всем привет меня зовут екатерина мой сад находится в минской области в этом видео я сделаю обзор на новую садовую технику это триммер бензиновые фирмы gpt серия tbc 522 начало нового сезона нужны инструменты если вы тоже в поисках какого-то триммера то досмотрите это видео до конца мы разберем от а до я что хорошо что плохо и испробуем на разных участках его работу почему я становилась на фирме g5 так как ну кто со мной давно знает что я недавно приобрела себе аккумуляторные ножницы costeres аккумуляторный опрыскиватель я довольно довольно качеством часто показывал пользуюсь с удовольствием качество супер цена доступна и вот поэтому решили приобрести триммер бензиновый до основной газон по своему участку мы косим газонокосилкой но газонокосилки нужна ровная поверхность она имеет свои объемы и не может прокосить все такие труднодоступные места например между растениями и забором где-то можно так сказать бездорожье например у меня схоз двора за забором там неровная поверхность там много камней которые если попадут в газонокосилку то они сразу ее выведут из строя с этим справится только триммер там много строительных отходов так скажем сложенных аккуратненько лежат но их нужно обкашивать здесь недавно был покос газонокосилкой и смотрите да вот видите как трава стоит возле края забора но невозможно невозможно все это захватить нужен триммер триммер обкашивать надо так как если запустишь это трава быстрее будет очень высокой начнет колоситься и потеряется красота и поэтому мы используем триммер вот такой сейчас я его распакую посмотрю очень хороший уже поизучали характеристики новая модель досмотрите это видео до конца я думаю вам понравится друзья ну что давайте распаковывать всегда люблю такие вещи это приятно распаковывать что нибудь новенькая подготовила ножек ножницы и будем аккуратненько все так хорошо упаковано будем аккуратненько стараться пошла так это мотор такой улесистый я скажу вам и ручка отлично сейчас будем собирать триммер бензиновый вот то что было в комплекте и хочу обратить внимание на вот эту сумочку где находятся болтики и специальные инструменты для сборки все в комплекте вот посчитали все в наличии болтики в том количестве которое есть в инструкции ну сейчас приступим винтики мы уже так наживили они все шли в комплекте проверили остальные болтики как закреплены все хорошо дожимать не надо пересмотрели со всех сторон это двухтактный бензиновый двигатель 3 лошадиные силы мощный достаточно мощный инструмент мощный триммер собираем сейчас будем устанавливать ручки на эту несущую палку нужно при открытии болтики закрепили ручки они готовы на своем месте устанавливаем защитный кожух эти болтики мы тоже на винтили они были в сумочке просто считали проверяли все и количество в наличии все очень просто собирается есть все ключи инструкция в комплекте шла мы изучили все быстро и просто собирается кстати вот эта голова сделана в японии вот джапан написано соответственно хороший металл масленка стоит масленка стоит для того чтобы про шприцевать смазать голову до одевается очень удобно очень удобно в комплект триммера также входит вот такая полуавтоматическая катушка для покоса травы газонной травы и вот такой металлический трех лопастной нож которым можно обрезать кустарники разные мелкие сухостой высокую густую траву малину ежевику и так далее очень быстро и просто все опробуем изготовление январь 24 года в комплекте шел удобный ремень вот с такими мягкими плечиками благодаря ему распределяется нагрузка равномерно на спину на плечи можно регулировать высоту вот такой пластмассовый короб куда вешается наш пример подвешивается какой ключик берем мы его очень использовали стопорить накручивается или как да а это что лишнее оказалось это используется когда используешь нож крепится этот нож я уже думала лишнее сейчас лишнего ничего не бывает до временного в смысле для транспортировки или что-то в этом роде кто пришел испытывать новую косу триммер что-то этих инструмент скажи мощь испугался тэдик наш сумочку чтобы не потерять это используется когда для ножа в комплекте идет мерный бачок куда смешно наливается масло специальное масло для двухтактных двигателей вот мы его подготовили и литр бензина то есть для обкатки двигателя наливай в первый раз нужно на литр бензина 25 миллилитров масло двухтактного дальше уже используем по инструкции бензин опять-таки 92 и масло двухтактное но уже берем 40 миллилитров на литр давай наполнять наполняем литр бензина в этот мерный бачок куда все это наливается и там же смешивается литр бензина закручиваем колпачок чтобы нам перемешивать потом и в отдельную емкость наполняем добавляем двухтактное масло и это все перемешиваем в бачке смешалось жидкость стала однородного цвета заливаем бензин в триммер очень удобно заливать бак расположен хорошо не нужно тут сильно изворачивать открывается крышечка наполняется со специального бачка на баке есть инструкция где указана пропорция бензина и масло в комплекте были еще вот такие фиксаторы провода вот мы сейчас устанавливаем к основанию косы зафиксировали чтобы он не мешал не путался еще будем устанавливать вот такой нож для обрезки лески он фиксируется кожуху когда мы болтики накрутили но пропустили его установить делаем первый пуск и для начала нам нужно нажать на легко доступный праймер три раза и есть также легко запускаемый пуск ну и работает не так уж громко как старенький инструмент коса собрана супер сейчас пусть поработает на холостых одеваем на сумочку держится мощь а не машина-зверь ну и Сейчас будем пробовать косить. В таких труднодоступных местах в моем саду это вот за туйками, за цветниками. Ой, ясколка моя просыпается, зацветает. Так вот, да, вот эта часть меня больше всего волнует. Возле бордюра, вернее, забора, возле забора с самого краю, где если оставить траву, она потом колосится, высокая. Мы уже сколько раз в том году запустили, и трава была выше колена, в маленькой узкой полоске. Вот там надо, в том уголочке, чтобы я там не ползала на колени, не выстригала. Самый тяжелый участок мой. Приехали косить бурьян на дачный участок, и смотрите, какие тюльпаны. Сейчас подойду к ним с другой стороны, подойду поближе, и посмотрим на эти желтые тюльпаны. Вот у меня нечто подобное есть. Два, правда, два. Красота. Красивый, взрослый плодовый сад, а под ним море одуванчиков, которые сейчас мы будем обкашивать. И вот эту ежевику, к ней не подобраться, но обкосить также надо. Красивый плодовый сад. На данном участке испытание триммера шло полным ходом, и изначально поверхность была неровная. И вы это можете видеть буквально везде, какие-то ямы, склоны. Триммер справился с легкостью с данной задачей. В общем, траву мы перекосили где только можно. Дальше мы приступили к обкосу ягодных кустарников. Например, сейчас вы видите на видео, это смородина черная, которая заросла густой дикой травой. И с этой задачей мы тоже справились. Дальше обходили стороной металлические предметы, которые почему-то как-то и присутствовали среди травы. Далее обкосили забор из сетки рябицы на 100%. Какой еще инструмент может справиться с данной задачей? В общем, одно удовольствие косить данной косой. Из плюсов стоит отметить, что инструмент достаточно легкий. Весит лишь 8,9 килограмма. Также оснащен удобным ремнем, где вес распределяется равномерно на спину и плечи. Кстати, бака хватает на покос леской травы 45 минут. Это достаточно долго по сравнению с другими триммерами. Сейчас устанавливаем нож лопастной для того, чтобы обрезать кустарники, где разрослись, где они не нужны. И обычно леска уже не справляется. Покажем вам в работе. Осталось проверить на самое сложное. Это обрезка ягодных кустарников. Смотрите, мы уже обрезали малину, а это ежевика, у которой толстенные побеги. Я сейчас покажу вам вот этот срез, который имеет где-то полтора сантиметра. Ну, сантиметр-полтора сантиметра толщину. Далее аналогично еще один побег ежевики. Вы знаете, какие побеги у ежевики. И продолжаем. Немножко поигрались с одуванчиками. Но самое главное, это обрезка смородины. Смородины, где побеги толщиной в 2 сантиметра. Справится, не справится. Справился. Справился. А мы все так с замиранием сердца и с тишиной такой наблюдали. Все отлично. Посмотрите, какой толстенный срез. Это дерево. Это дерево. Продолжаем испытывать. И решили обрезать вот этот большой кустарник по речке. И вот такими легкими движениями мы оголили ножку. Срезали большую часть этого кустарника. Но на этом не остановилось дело. К нам подтянулись соседи. И есть такое выражение. Собралась вся деревня. И все испытывали данную машинку. В общем, всем понравилось. Все довольны. У нее достаточно много плюсов. Какие преимущества мы отметили у нового триммера бензинового GPT-TBC522? Это в первую очередь качественный пластик. Все стучали и говорили об этом. Легкий и быстрый запуск. Вес всего лишь 8,9 кг. Благодаря ремню можно работать дольше обычного. Не устает спина. Проверено. Маленький расход топлива. По сравнению со старым триммером. Есть система антивибрации. Что очень важно. Этот товар сертифицирован в Беларуси. Значит, этому качеству можно доверять. Ну и доступная цена. Где можно приобрести данный триммер GPT-TBC522? Я оставлю ссылки и артикулы на данную модель в описании к видео и в комментариях. Всем желаю хорошего дня, отличного настроения и до встречи!